Всем привет! Перед перелетом с домашним животным нужно учесть очень много вещей, важно все. Правила, чипирование, прививка, документы, где именно полетит ваш питомец и как его подготовить. Сегодня я подробно расскажу обо всем этом, чтобы перелет прошел удачно. Меня зовут Александр Стрелков, я ветеринарный врач, погнали! Первое. Убедитесь, что авиакомпания, билет который вы купили или хотите купить, разрешает полеты с животными. Далее нужно узнать, где именно может лететь ваше животное. Выберите дату и рейс, а перед покупкой позвоните в авиакомпанию и предупредите, что вы собираетесь лететь с питомцем. Это важный момент, ведь у авиакомпании есть ограничения по количеству животных на рейсе. Вся информация есть на сайте авиакомпании в разделе перевозка животных. Самым лучшим вариантом, если у вас небольшой питомец, кошка, маленькая собака или хорек, это транспортировать животное в ручной кладе. О способах перевозки поговорим в конце видео. Также имейте ввиду, что если ваше животное не обработано от глистов, у него никогда не было прививок и чипа, вам понадобится в общей сложности около 60 дней до полета на подготовку. А если что-то из этого уже сделано, то срок на подготовку значительно уменьшается. Как только вы нашли подходящую авиакомпанию и билет, необходимо провести чипирование животного. Сделать это необходимо до прививки от бешенства. Если прививка сделана менее 12 месяцев назад, тогда можно ввести чип сразу. Микрочип не обязательное условие при перелете по внутренним рейсам, однако чипирование требуется при международном перемещении. Чипировать нужно строго до прививки от бешенства, иначе, например, в Европу животное не пустят. Этот процесс быстрый и безболезненный. В холку питомцы вводят капсулу размером с рисовое зерно. В ветпаспорт вклеивают наклейку со штрих-кодом и 15-значным кодом микрочипа. А информацию о животном заносят в базу данных и сертификат о чипировании, который выдается вам на руки. Подробнее о чипировании посмотрите мое видео, ссылку на которое я оставлю в конце видео и в описании. Животные должны быть обработаны от глистов. Это нужно сделать до прививки, или если она уже есть у вас, до вылета. Проведите обработку, например, мельбимаксом или комплексным препаратом инспектора или силофорт за 14 дней до вакцинации. А если прививка уже есть, то действие препарата должно заканчиваться после вашего полета. Иногда может подойти и анализ кала, но с этим могут возникнуть проблемы. Поэтому проще провести обработку и внести информацию об этом в ветеринарный паспорт. Если ваш питомец не был привит от бешенства в течение последних 12 месяцев, то прививку нужно сделать не позднее, чем за 20 дней до даты пересечения границы. Также у страны, в которую вы летите, могут быть другие правила. В Евросоюзе, например, это 21 день после первичной вакцинации. Выбирайте вакцину, которую признают в нужной стране, например, на Бивак. Сейчас этих вакцин стало намного меньше в России, однако можно постараться и найти клинику, в которых они все еще есть. Без прививки от бешенства вывезти животное за границу не получится. Кроме вакцинации против бешенства, собакам нужны прививки от чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций и лептоспироза. Кошкам от панликопении. В ветпаспорт ставятся наклейки о каждой прививке с датой, подписью и печатью врача. Если вы никогда не делали прививку вашему животному, то по правилам вакцинации ее необходимо сделать двухкратно с интервалом в 3-4 недели. Если вы делали вакцинацию в прошлом году, то необходимо сделать однократную вакцинацию для продления срока ее действия. Если вам что-то непонятно, то пересмотрите еще раз нужный фрагмент и задайте вопрос в комментарии, чтобы получить ответ. Двигаемся дальше. Получить его нужно в государственной ветеринарной клинике в течение 5 дней перед поездкой. То есть, когда у вас все готово, чип, сертификат, обработка от паразитов, вакцинация, ветеринарный паспорт, не раньше, чем за 5 дней до полета, вы идете в местную СББЖ. Загуглите ближайшую к вам. Там вы делаете этот сертификат. Они иногда проводят также осмотр животного и вам выдают это свидетельство. Этот документ действует 5 дней, то есть вы должны вылететь в течение этого времени. Перед тем, как мы продолжим, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео и подумайте о подписке. Это действительно очень важно для продвижения этого видео. Я снимаю полезное видео о том, как вам стать лучшим владельцем своего питомца. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Перед вылетом в ветеринарной службе аэропорта свидетельство номер 1 обменяют на ветсертификат формы 5А. Если летите в Европу, то вдобавок дадут ветсертификат ЕС, евросправку. Сертификат 5А за границей не спрашивают. Он нужен для возвращения домой. Евросправка нужна для въезда в Европу. Для ускорения процесса можно скачать, распечатать и заполнить нужные справки самому, а в аэропорту только заверить. На всякий случай возьмите несколько копий, в том числе пустые. Ссылки для скачивания справок оставлю в описании. Если вы летите в Белоруссию, Армению, Казахстан или Киргизию, то вместо свидетельства формы номер 1 получите ветсертификат таможенного союза по форме номер 1. Менять его перед вылетом не нужно. Например, если вы летите в Таиланд, то у Turkish Airlines есть возможность взять небольшое животное в салон. У Катара, Flyvana, этой возможности нет. Обязательно посмотрите информацию об этом на сайте авиакомпании. Перевозка в ручной кладе это самый лучший вариант, так как животное будет рядом с вами, соответственно будет испытывать меньше стресса, и вы сможете контролировать его состояние. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать о том, как снизить стресс животного при перелете. В салон самолета обычно разрешают брать питомцев, если вместе с переноской они весят до 5 кг. Изредка бывает до 10 кг, так например у Alitalia. Максимальный вес и требования к переноске смотрите также на сайте авиакомпании. Среди общих правил размер контейнера 105 на 135 см по сумме трех измерений. Он хорошо вентилируется и надежно закрывается. Дно не протекает, может быть застелено одноразовой детской пеленкой. Питомец внутри встает в полный рост и не упирается при этом головой в крышку. Для собак и кошек в ручной кладе авиакомпании обычно разрешают использовать как мягкие, так и жесткие переноски. В салоне их ставят под впереди стоящее кресло. По правилам питомец должен сидеть в своем временном домике все время полета. Сразу вспомнились фотографии, где питомец сидит на руках у владельца и смотрит в иллюминатор. Как правило, если ваше животное не нарушает общественный порядок, то бортпроводники обычно могут закрывать на это глаза. А так, если вы взяли питомца на руки и вам сделали замечание, бортпроводники будут правы, потому что такие правила. Иногда в один контейнер разрешают посадить двух зверьков. Обычно питомцы в салон берут дополнение к обычному месту ручной клади, а не вместо. То есть вам нужно будет купить дополнительную ручную кладь для питомца. Служебная собака и поводырь также могут лететь в салоне. Для них нужны документы о профессии, помимо всех остальных. Они должны быть в ошейнике и наморднике. Хозяину потребуется документ об инвалидности. Собаки психологической поддержки в зависимости от правила авиакомпании могут лететь в салоне или только в багажном отсеке. На некоторых направлениях перевозка животных в ручной клади запрещена, например, в Великобританию. Если по правилам авиакомпании в салон с животными нельзя или животное вместе с контейнером весит больше 8 кг, придется сдавать в багаж. Туда же могут отправить собаку агрессивной породы, даже если по весу она проходит в салон. Многие думают, что животное поедет где-то в очень холодном месте, однако минимальная температура в таких отсеках это 10-15 градусов Цельсия. Иногда там бывает 23-24 градуса Цельсия. Рекомендую вам, как только зайдете в самолет, попросить старшего бортпроводника подтвердить, что в багажном отсеке включено отопление. Главная проблема перевозки в багажном отделении в том, что животное нервничают, а иногда впадают в настоящую панику в незнакомом месте без хозяина. Это сильно связано с темпераментом именно вашего животного и предварительной подготовкой. Чтобы животное перенесли перелет спокойнее, подготовить их стоит заранее. Купите переноску, соответствующую требованиям авиакомпании. Положите в нее уютную знакомую подстилку и игрушки. Она должна стать любимым уголком, а не камерой заключения. Дайте зверьку привыкнуть к клетке в домашних условиях. Поставьте ее дома и пусть эта переноска будет для питомца домиком. Для того, чтобы перелет принес меньше стресса животному, можно использовать успокоительные средства. Однако, стоит проявить осторожность с ними. С одной стороны, зверь меньше боится, а с другой, никто не знает, как введенные вещества повлияют на организм при перегрузках. Здесь можно навредить, поэтому стоит использовать те успокоительные средства, которые вы ранее применяли для животного. Также проконсультируйтесь с ветеринарным врачом во время чипирования прививок или запишитесь ко мне на онлайн-консультацию. Если у меня будет свободное окно, то обсудим все детали по подготовке животного. Ссылку я оставлю в описании. Имеет смысл за 7 дней до вылета начать давать животному успокоительные средства, например, фитекс, кот-баюн, стоп-стресс, а в сам день перелета не давать. Кстати, на кошек очень хорошо действует спрей филвей. Это кошачий феромон, который обладает мягким успокоительным действием. Я слышал о том, что в аэропорту можно обратиться в ветслужбу с просьбой ввести животному наркоз во время перелета. Это чем-то напоминает фильм «13 жизни», посмотрите, если не видели его. Я противник этого, потому что любое введение наркоза должно сопровождаться мониторингом и курированием специалиста. В противном случае вы очень сильно рискуете жизнью вашего животного. Поделитесь опытом перелета с животным в комментарии к этому видео. Спасибо за просмотр, все полезные ссылки вы найдете в описании.